ДИСКОРД СЕРВЕР Всем привет! Сегодня у нас обзор на Bugatti Shroom. Ну а перед началом основной части видео я бы хотел порекомендовать вам один дискорд сервер. Точнее это и мой дискорд сервер, а точнее дискорд сервер нашего канала. Вступайте в него! Там достаточно много интересных вещей, постоянный, нет, актив, и много приятных собеседников. Если вы любите LEGO, то вступайте. Что ж, переходим к обзору данной модели. Как вы здесь видите, это Bugatti Shroom. Не от LEGO, а от фирмы Lion King. Потому что от LEGO она стоит все-таки достаточно дорого. 32 тысячи против 6 тысяч данной модели. Она достаточно большая. Но сразу начнем с того, что это Китай. Качество здесь не как у LEGO. И начну я докапываться с наклеек. Да, наклейки. То ли китайцы дали тоники, то ли еще что. Но разница между этим и этим. Этим и этим. Кстати, вы могли заметить, что все здесь какое-то странное, желтоватое и очень насыщенное. Так вот, это особенности моей камеры. О, вот сейчас, кстати, стал нормальный цвет. Возможно, вы знаете ли? Опять же, это особенности моей камеры. Снимаю я с телефона. И ей всегда, всегда без исключения не нравится, как выглядит Bugatti. И она почему-то хочет сделать весь мир желтым. Ну, хоть не розовым. Качество. Качество деталей здесь было не хуже, чем у LEGO. Но, да. Китайцы в своем реперторе, опять же, они забыли положить вот такую вот детальку. Сейчас я поверну. Вот такую вот детальку. Точнее, они ее положили. Но она была не озеркаленной, чтобы прикрепить ее к той части. А она была точно такой же, как и эта. Ну, ладно. Это не колесо и не эта панель. Так что, жить можно. Качество деталей. Ох, помню, как я собирал эту Bugatti. Мирно ничего, так сказать, не подозревая. И тут я решил проверить, как работают двигатели. Был я уже на восьмом пакете, всего их тринадцать. Ах, да, о деталях. Здесь их больше, чем в оригинальном наборе. Их здесь четыре тысячи двести девяносто три. Вдумайтесь, четыре тысячи двести девяносто три деталей. Это самый большой набор LEGO Technic. Даже вроде больше, чем Lamborghini. По сути, это из той же серии, что и Bugatti. Большой масштаб, один к восьми. И достаточно хорошая детализация. Детализация. Она здесь действительно хорошая. Но, как говорится... А, извините, я не закончил ту историю с деталькой. Единственный, кстати, бракованный. Это была обычная шестеренка, которую я часто использую для ведущих катков танков. Вот такая вот. Так вот. Сижу, собираю, значит, решаю проверить, как работает. Включаю нужную передачу о них потом. Качу модель вперед. И вдруг слышу, что-то так нехорошо хрустит. Оказывается, этот нехороший хруст был двигателем. Да, он банально работал. Я был на восьмом пакете. Как же мне лень было ее пересобирать. Я начал ее разбирать. Разобрал. И оказалось, что у шестеренки... Да, да, да. Не было одного зубчика. Точнее, он был, но это был зачаток. Видно, при сборке я не обратил на это внимание. Потому что сломаться он не мог. Я его вообще не использовал. Но, ладно. Хорошо, что у меня запасные детали были. Так что за такую мелочь сэкономить 26 тысяч. Это, я считаю, приемлемо. Ну, а также за наклейки и все остальное. В остальном качества придирок у меня нет. Упало. А, да, еще кое-что. Опять. То ли у китайцев дельтализм, то ли еще что. Дельтализм в первом случае, это было не совпадение цветов наклеек. Во втором... О, вот это вот. Я же знаю. Они перекрашивают такие детальки специально, чтобы они подходили под цвет. Но нет. В данном случае, они решили не перекрашивать. Или... Потому что у оригинальной, кстати, Бугатти нет такого недочета. Дальше. Принты. Принты здесь... Ну, принты и наклейки. Наклейки у нас здесь есть на приборной панели. Сейчас я попробую ее снять. Тут у нас спидометр. Ну, если честно, я в машинке не разбираюсь. То есть, вот видите. Ну что ж, очень даже неплохое качество. Очень неплохое. Я бы даже сказал, почти идеальное. Ах ты как, оно и есть. Идеально на уровне с лего. Так, опять я не могу прикрепить деталь. Да. Так. Так. Что ж, ладно. Перейдем к остальному части обзора. Функционал. Он здесь обширный. Открываются двери. Конечно же, с обеих сторон. Ну, как вам не имеет смысла это демонстрировать. И вот такой вот там салон внутри. То есть, вот опять же видно, более или менее. Открывается капот у нас. Сейчас я переставлю. Надо или вот он. Открывается капот. Тут, как я уже показывал, сумочка. Также это, естественно, руль. Согласованный с колесами. То есть, вот видите, поворачивается руль. Поворачиваются колеса. Далее. Коробка передач. То есть, вот смотрите. Сейчас я катаю машину. Обратите внимание на двигатель. Двигатель не работает. Переключаем передачу. То есть, двигатель нового работает. Там получается 16 поршней в нем. По 8 с каждой стороны в два ряда. Ну, а стандартный леговский V-образный двигатель. Ничего нового в этом плане. Ну, разве что он достаточно большой. Далее. Подвеска. Опять же, подвеска не какая-то там, как у лего, просто на качающихся балках, как они иногда делают. Или на согласованное. То есть, не согласованное, а наоборот. На отдельных рессорах. То есть, вот. Ну, колесо более-менее поднимается. Хотя, модель еще достаточно из-за своего большого веса проседает. Так, вот дальше. Следующая функция. Это у нас... Ах, вот это что, не знаю, все время у меня отпадает. Извините. Такие задержки есть, когда у меня модель разваливается на глазах. Далее у нас это идет. Уже следующая функция, которую я немножко заспойлерил. Это антикрыло. Его, конечно, можно открыть и с помощью ключа. Который вставляется куда-то вот сюда. Куда-то вот сюда, под колесо. Но, как вам неудобнее это делать руками. Пожалуйста, вот. Поднимается, опускается антикрыло. Возвращаем на аппарат на место. Вот, пожалуйста. Кстати, достаточно много из деталей LEGO Classic в модели. Это у нас приборная панель. Почти полностью из них состоит. Сейчас я еще раз попытаюсь ее обратно прикрепить на место. А вот сейчас с первой попытки смогу здорово, конечно. Кстати, вот видите, как еще раз подвеска работает, машина проседает. Это у нас фары. Кстати, фары у LEGO получились очень похожие на оригинал. То есть, то, что они ступенчатые у реальной машины. У Широн, у богат Широн так и есть. Вот. То есть, скосы эти. Это систем детали. Вот эта часть. Фокусируйся. Ладно, систем. И так же в двигателе вот эти вот панельки. Это из систем деталей. Так. Ставим обратно на место. А, ну это уже сзади вот. Вот. Вот и выглядит. Вот у нас. Если честно, не знаю, как называется сзади фары. Это вроде... Не разбираюсь, опять же, в машинах. Сейчас возвращаем. Кстати, вот эта деталь. Она достаточно плохо крепится. Именно из-за дефекта конструкции. Не вставляется до конца. Только где-то на половину. Даже, может, на одну треть. Ну, вот такой вот достаточно небольшой обзорчик. На этом всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok